Субтитры создавал DimaTorzok 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 с очень большей шириной, 200, 250, 300 метров. И, вернее, до плеченки, понятно, что этот холл может быть безопасным, всего лишь для рыбы. И, всего лишь, чтобы мы эту рыбу дошлили до брега, чтобы она не взорвала, чтобы ей хачек списка не вырвал, не уничтожил ей, и так далее. Это такие первые показатели. Конечно, я покажу сейчас, как выглядит то, что есть в воде, то, что меня тут, по летам дошлили, что меня в этой жизни радует, как сделать, как сделать все, как это все смотать, чтобы это не лежало на дне. Почему? Потому что эта вода выглядит так невинно, может в этой жизни, как не есть фали, и не знаем, что есть под этой водой, но, несмотря на то, что в этих рамках, есть много корней, много каких-то старых бетонов, по будове збиорника, много каких-то жел-бетонов, с выстраивающими друтами, прэтами и так далее. А по-за того, что, нистете, тоже есть правдой, километры, десятки километров жилек, просто оставленных здесь, позрыванных в часе холл, либо в часе не возможности достижения из-за става. Так что за хвиле пройдемте может до того, что уже потом дальше, там есть за вентами, что есть в воде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 который на таким szybким клипсе ездит по ostatнему odcинку зеставу, czyli по припоне стрзауэм. А про по припоне стрзауэм, то, wiadomo, на эти личные wszystkie утруднения в воде 0,60 0,70 это практически принос. Этот пылевак ездит по тем и есть затриманный, есть застопованный в найзвыклейсшую такую, может, это выглядит не слишком элегантно, но зафернен, что скутно, такую гумку, рецептурку. И теперь, на чем это полега? Уловим на 1,5 метра, уставимы от тяжелка этот стопер где-с на около 3 метров, чтобы, powiedzmy, то так в миру лагоднее, под кем-там 45 стоп-ти входит до воды. Что нам это дает? Меновище дает нам это очень много. По-перше, есть этот стоп, особенно с плечом, например, которую я использую. Плечомка есть такая neutralная, то есть не тонь, не пылья где-с по гуру. Есть практически этот целый odcinek, что это 100, 200, или 300 метров. Это практически все в тонь, пылья в тонь, то есть, то есть, что-то при всех рухах воды, которые тут выступают, то есть, руху воды с электрони, с ржутом, а одновременно при душих фалах, которые тут выступают, то в этой воде все-таки 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 с ржута лежит на дне, если ржута лежит на дне, или плечомка лежит на дне, то видно, что там поневерана вправо-влево и неразь дарится так, что по двух днях без брания не потратим из-за стау вытянуть, потому что где-то уже там есть захачены какие-то коржения или какие-то какие-то inne пресшкоды. Этот систем, который здесь начался использовать, а думаляем над ним долго, позволяем мне на то и запевня мне то, что весь час это плюва, уноси себя в тони, а по бранию, по бранию этот плювок cały час утримует это все в мере у гуры, так, что эта рыба не может где-то там ездить этими остатними метров где-то под ней где-то шука-то каких-то конаров, только практически выглядит это так, что эта рыба плюва, что это рыба плюнет, а этот плювок зараз над ним, то есть не имеет такого безвладности спону стрянулого, где-то может захачить, и это поводит, что действительно этот хол очень очень и удается эти рыбы вытягнуть, скучность вытягивания этих рыб есть в моем случае очень 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 справа следующая, потому до спону пройдем за chwilę, олух из-за не бои никаких уцовов, никаких завирований в воде, лежит там, где это поставляем, там, где спустим из-за лодки, там это лежит, и мы уверены, что ничего не станет, что позволяет нам например, на спокойно оставить на 2-3 дней в воде и мы что ничего не 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 , за минуту может что-то о пропонах не буду долго занудом, два пропоны здесь стосуете, то за хвилецкэм. Продолжение следует... 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 или даже таких рекордовых вздрэйк, которые мы здесь с коллегой, Крыстянем, как мы здесь были, вздрэйки были по 35-40 см и действительно ничего не помогали. В этого мультирега так валили, что прежде или позже какая-то себя запинала. Здесь уже на состав с таким длинным волосом, или очень длинным волосом, то есть это уже труднейшее, хоть старше, что ловили такие межные рыбы, но всегда где-то, скажем, мы в связи с тем, что кладем такой состав, что эти шансы зацепления, а лучше еще в среду ночи, как минус 3-4 градуса, что зимно веет, какие-то межные рыбы, они гораздо меньше, поэтому автоматически увеличивается шанса на зловение этой рыбы, которую мы здесь полуем. Так что это такие два типовые рыбы, которые здесь используют. Каждый имеет свои методы, каждый имеет свои рыбы, и то, что я здесь показываю, не нужно свидетельствовать о том, что такой рыбы musi быть, так он может выглядеть. Каждый имеет свои какие-то... Я, как я узнала на встепте, хотел бы только поделить моими опытами и научами, которые принесу здесь через эти добрые несколько лет вездки. За хвиле может о принятах, о кулках и так далее. Дякую сердцу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас немного о технице, czyli о том, что нам по голове, о кулках, так? Прежде всего размер 24, здесь у меня кролует. Ничего большего, ничего меньше. Так как видели на этих препонах, две 24-ки. Не использую никаких бауанков, которые, powiedzmy, где-то там могут дрожнить, те малые рыбы. Могу я провоковать, больше до брания. А раз только спробовала, зараз на самом початку, подчас этой засиадки, подвесить кулку какую-то там брюсквину, с чем-то сладким, немного это там начало в воде працать, превраться. Зараз был один ящ, другий ящ, так, что зрезыгнувала. Но это был только такой кроткий момент, потому что в убегом году практически тоже было на две тонкие кулки. В этом году хотелось бы попробовать. Кулки. Пытания, какие кулки, и так далее, и так далее. Повем так. Нэцилим тут кулками разного рода. Я им кулки ролованы, из миксов, на супрафишу, з ретвиша, но также нэцилим тут кулками из серии средней, и так далее, а даже классиками, теми найтаньшими кулками. И практически не было так, что в том месте, где нэцилило себя какими-то кулками, и не было брания, там было брания и так далее, потому что вмешали мы эти кулки, если упаковали до лутки, до вывозки, немного этих кулок, немного этих кулок, зашло через эти три года. Рахунок очень простой, достаточно полицать три брания на добе, по таким бранию нужно 1 кг всадить до этой лутки, преличить это через три года, так что немного этого материала вышло, правда? Но не о том хотелось говорить. Ходи о том, что тут лета каких-то там очень важно, я использую кулки, те, которые приходят на хачек. Это кулки очень твердые, специально робленные кулки, утверденные. Почему? Потому что я буду выдерживать эти два-три дня, потому что, вывозь из этой лутки, я ждал до брания. Радко, когда я решусь на стяжку, потому что это безцеллое, может это не выйти, может их где-то закрепить, и так далее, и так далее. По-за тем, так само те лета научил меня, что рыба здесь появляется и прихода, приходит и прихода. Это не так, что рыба в этом едином месте стоит. Так как в убегом году, например, мы брания кратко, зараз по западанию из мрука, и так далее. В этом году, например, здесь начинается забава только о 12 в ночь и третала до 5 рано. Так что не припадково произошло 6 в ночь, таких практически, которых мы не спали. А вершка до кулок, прежде всего, те кулки, все, которые мы нэнцимы или нэнцем, они очень твердые. Генерално, даже эти кулки готовые сушимы еще более, чтобы избить этих меньших карпи и этих нехчанных кулоков, а также этих меньших кулоков, потому что, такие дни, например, не шло себя от таких, называемых, таких меньших кулоков, в границах, 10-12 кг, которых есть тут очень много, особенно и они выглядят так же, вытягиваешь одного, вытягиваешь другого, вытягиваешься, без прерыва и вытягиваешься, в какой степени это помогает, но в недуше это помогает, это может для нашего какого-то покладания в голове, что твердые кулки посыпаем и так далее. Скутка этого 50-процентная не выключает ловение таких малых рыб, но в каким-то это ограничивает. так же, может tyle на тему кулок, а потом, кое-технику ловения, то за хвиле, как это отбываю, как это делаю. Доброе, кулки, кулки, кулками, пройдемте теперь до следующего вопроса, как занять, чтобы было хорошо, не чаруйтесь, здесь не по-то не по-то, чтобы хвитать 10-12 кг, если есть много крупных кулок, что каждый, кто приезжает, хочет ловить рыбу жизни, рыбу а потому, что есть много кулоков, таких в пределе 8-10-12 кг, которые в этом ловении а которые наиболее что сделать, чтобы вылиминовать эти карпы, чтобы попробовать, чтобы по-то, по-то кулки на атаке шлился więksший карп. Выложусь такую лодку, например, двукоморку это я делаю так, до одной коморки, конечно, подъем 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 до второй второй коморки, до второй коморки, подъем 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 кулок, подъем до 5-6-8-10 метров, и на такой засаде, как где-то ненцимы на других, дужех водах, где-то ненцимы за средства прёжна, футъем, преми ненцимы ненцимы з парами столками ставим на скраю мејска ненцимы. Теркника чечка по-просту. Тирките можна застат, только- же в вещество, плашным лодкам, плашиновам паре метрами подъем плашです, плашируся severe неправой с припоном и с кулами, я верю в это глубоко, что это помогает. О это важно, чтобы мы верили в то, что то, что мы делаем, это хорошо, а потом результаты свидетельствуют о том, что мы делаем хорошо или плохо. Так что это такая тактика, которую научило меня здесь через лета, лета Рыбническое море. Спасибо. Рыбническое море. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok